Всем нам порой приходится делать трудный выбор, но решение, которое пришлось принимать супругам Нику и Бруклин Шнар, это худшее, что могут пережить будущие родители. Когда Бруклин была беременна третьим ребенком, врач поставил ее перед фактом малыш родиться больным. Несмотря на это, супруги решили не прерывать беременность и поклялись, что будут любить сына, каким бы он ни был. Они еще не знали, какой невероятный сюрприз ожидает их в конце. Когда все уже было позади, Ник решил рассказать миру историю их сына, чтобы показать другим родителям, что чудеса случаются даже тогда, когда их ждешь меньше всего. Десять месяцев моя жена Бруклин носила под сердцем очень больного ребенка. Врачи сказали нам, что у него гидроцефалия. Эту болезнь еще называют водянкой головного мозга. Мы обращались к разным врачам, к лучшим специалистам, которых могли найти, и они в один голос заявляли, что состояние нашего ребенка очень тяжелое. В какой-то момент нам сказали, что все насколько плохо, что просто нет смысла следить за уровнем жидкости в мозге ребенка, лучше уже не будет. Мы чуть не плакали, глядя на результаты томографии. В какой-то момент врачи заявили, что с вероятностью в 90% наш мальчик умрет сразу после родов, а если и выживет, то страшно даже представить, какая жизнь его ждет. Мы встречались со специалистами, которые объясняли нам, как нужно будет поддерживать жизнь нашего ребенка. Мы пережили кошмарную лекцию о том, что в какой-то момент нам, может быть, придется прекратить оказывать эту поддержку и позволить сыну упокоиться с миром. Бруклин переехала в Цинценате, где находился госпиталь, и жила в отеле рядом с ним, на случай внезапных родов. Я постоянно метался между городами, пытаясь работать и заботиться о наших старших дочках. 8 июля я получил сообщение Бруклин в родильном отделении. Я поспешил в госпиталь. Буквально за 15 минут до того, как врачи начали кесарево сечение, нам прочитали еще одну лекцию о том, что ребенок не сможет дышать самостоятельно, и возможно нам придется разрешить врачам, позволить ему отправиться в рай. Бруклин увезли. Прошло несколько страшных минут, и я услышал это. Мой мальчик кричал, он дышал сам, он плакал за всю жизнь, я не слышал звука прекраснее, он здоров, он выглядит совершенно нормальным, красивым малышом и проживает свои первые дни, как и положено малышам. Врачам пришлось ненадолго применить искусственную вентиляцию легких, но он держался молодцом. Как такое возможно, после всего ужаса, который мы пережили? Цитирую врача с медицинской точки зрения, мы не можем найти объяснение тому, что произошло. Каким-то образом мозг смог прорвать блокаду и выровнять баланс жидкости. За то время, что мы с женой провели в больнице, я слышал слова «божественное вмешательство» и «чудо» больше раз, чем мог бы сосчитать. Опытнейшие медсестры и врачи с мировым именем с трудом, верили своим глазам и ликовали вместе с нами. Я знаю, что все родные, друзья, коллеги молились за нас и просили других поддержать нас в своих молитвах. Я думаю, сработал эффект домино и тысячи людей просили Бога помочь нашей семье. Спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо за все молитвы, слова поддержки, за открытки, сообщения, электронные письма. Я верю, что молитвы могут помогать. Бог все еще творит чудеса. Трудно даже вообразить, как счастливы теперь родители маленького Чарли. Будто высшие силы решили вознаградить их за стойкость и готовность, любить своего сына, каким бы он ни был. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.